Несмотря на то, что доллар сегодня немного откатился, индекс все-таки находится вблизи четырехмесячных максимумов. Экономические данные из Соединенных Штатов говорят об устойчивой экономике США, росте производства и новых заказов, а сегодняшние данные укажут на состояние непроизводственной сферы. Представители ФРС на этой неделе также дали понять, что не торопятся снижать ставки. Рынок ждет снижения на 70 базисных пунктов в этом году, но эти оценки еще могут измениться, в частности с учетом свежих данных по занятости в США, которые мы скоро увидим. Подробнее о самых ожидаемых отчетах и их потенциальном влиянии на активы говорим далее. Это свежий календарь трейдера. Здравствуйте! Стоит отметить, что трейдеров ждет относительно стабильный и спокойный четверг. Часть рынков Азии будут закрыты. Можно обратить внимание на отчеты по салли торговых балансов США и Канады, но это февральские данные, и их влияние на рыночные настроения будет ограничено ожиданием более важных событий. Выступления спикера Федрезерва и те могут придать больше динамики ключевым активам. При этом уже в пятницу волатильность рынку точно обеспечена. Отчет по занятости в США 5 апреля проверит уверенность инвесторов в том, что экономика сможет избежать рецессии, даже если инфляция снизится. Трейдерам предстоит оценить целый пул данных и нонфармы в числе тех отчетов, которые, по оценкам экономистов, могут указать на охлаждение рынка труда. Напомним, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в феврале увеличилось на 275 тысяч, превзойдя ожидания рынка. Увеличение числа рабочих мест произошло в сферах здравоохранения, правительства и общественного питания. От свежего отчета аналитики ждут охлаждения темпов роста рабочих мест с февральских 275 тысяч до 200 тысяч. Если данные совпадут с рыночным прогнозом, то это будет самый низкий показатель с ноября 2023 года. Если фактические цифры совпадут с прогнозными, то рынок получит сигнал о том, что хотя спрос на рабочую силу по-прежнему высок, рост числа рабочих мест замедляется, что может оказать давление на доллар. Если же цифры превзойдут ожидания, то индекс может получить бычий импульс. Но картину рынка труда стоит рассматривать все же комплексно. Так что кроме данных по рабочим местам в несельскохозяйственном секторе, стоит обратить внимание и на другие отчеты. Среди них уровень безработицы в Соединенных Штатах. В феврале этот показатель вырос на 0,2%, до 3,9%, достигнув самого высокого уровня с января 2022 года и превысив рыночные ожидания в 3,7%. Кстати, это был первый рост после трех месяцев стабильных данных. Рост числа рабочих мест США повысил шансы на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой к июню. Сейчас рынки ожидают, что свежие данные укажут на сохранение безработицы на уровне 3,9%. Если данные совпадут с ожиданиями, это укажет на то, что рынок труда становится более сбалансированным между спросом и предложением рабочей силы, что поможет смягчить давление на повышение заработной платы. Если данные снова превзойдут прогноз, то доллар может оказаться под давлением. Если укажет на охлаждение, то индекс получит поддержку. Еще одним важным маркером текущего положения на рынке труда станут данные по заработной плате. Средняя подчасовая оплата выросла на 0,1% в прошлом месяце, после роста на 0,5% в январе. Заработная плата росла в строительстве, розничной торговле, в сфере профессиональных и деловых услуг. Рост заработной платы в годовом исчислении замедлился до 4,3% в феврале. Политики ФРС тогда отмечали, что пока не считают, что этот рост соответствует их цели по инфляции в 2%, но динамика идет в правильном направлении. От свежих данных рынок ждет ускорение роста заработной платы в месячном исчислении с 0,1% до 0,3%. При этом прогнозируется, что годовой показатель в марте остынет до 4,1%. Если данные совпадут с ожиданиями, то это будет медвежьим сигналом для индекса доллара, тогда как увеличение средней заработной платы может привести к повышению инфляционных ожиданий. Росту доходов, увеличению покупательной способности, расходов и в результате инфляции, что поддержит более ястребинный взгляд на политику ФРС и доллар. Отчеты по рынку труда США будут задавать в пятницу динамику многим мажорным валютным парам, но в паре доллар-каде она может отличаться, так как срез занятости тут выйдет одновременно. Канадский доллар сейчас держится стабильно вблизи четырехмесячного минимума. Ожидается, что Банк Канады также начнет снижать ставки в этом году, но, скорее всего, не сразу после объявления решения на следующей неделе. Отчет о занятости в Канаде за март может дать представление о силе внутренней экономики. В феврале экономика Канады создала 40 700 рабочих мест, что вдвое превышало ожидаемый рост. Рост заработной платы в феврале замедлился второй месяц подряд, а уровень безработицы поднялся до 5,8%. Тогда Тиф Маклем заявил, что этого всего еще недостаточно, чтобы гарантировать досрочное повышение ставки. От свежих данных в пятницу аналитики ждут снижения количества новых рабочих мест, до 25 тысяч, также прогнозируется, что уровень безработицы вырастет до 5,9%. Если данные совпадут с прогнозом, то динамика пары будет минорной для Кады и будет зависеть скорее от данных из США. Но если данные отразят резкие изменения на рынке, луни может вырваться из-под давления доллара. Это был краткий обзор ключевых событий календаря от аналитиков Инстатрейдер. Следите за выходом данных и открывайте лучшие сделки. Всем прибыли и до новых встреч на канале!